Актуальное интервью Сейчас в условиях пандемии цифровизация активно вошла в церковное служение. Расскажите, как это произошло? Все началось с дня православной молодежи, точнее с фестиваля, который приурочен к этому дню. Все мы собрались, православная молодежь, на призывном пункте в Патьяхе. Там была одна лекция, на которой лектор нам задал вопрос, батюшки, а сейчас где все люди? Он говорит, и мы все, конечно, ответили, что в интернетах, в социальных сетях. Я вам потом следующий вопрос задал. Говорит, а вы там есть, а нас там нет. Говорит, ну и что Господь с вас спросит потом? Вот эта мысль как-то зацепила о том, что тем более сейчас такое нелегкое время, время изоляции. Ты понимаешь, что ты должен встречаться, ты должен общаться, ты должен слушать вопросы, отвечать на эти вопросы. А такой возможности прямой нет. И на сегодняшний день помогает вот это цифровое пространство в нашей миссии, в нашем делании. Как все-таки происходит общение? На каких платформах и площадках? Я постарался зарегистрироваться на основных площадках. Это и Инстаграм, это и Одноклассники, что самое распространено у нас в поселении в Койковском. Это и Контакты, и Фейсбуки, чтобы каждый имел возможность и задать вопросы, и прочитать размышления, и услышать новости о нашем приходе. Как проходят службы сейчас? В настоящее время у нас каждое богослужение включается в прямой эфир и проводится трансляция по нашему YouTube-каналу «Пойковский храм Святой Троицы». А вы следите за числом посетителей, количеством лайков, просмотров. Это как-то влияет на вашу работу? Мне интересны комментарии. За комментарии, да, если кто-то что-то пишет, стараешься ответить. Бывает, и лично задают вопросы. А то, что касается этих сердечек, ну, поставили сердечки, слава Богу, значит, понравилось, значит, интересно это. А больше-меньше. Ну, всегда найдутся те люди, которым это понравится, и всегда найдутся, которым не понравится. Поэтому, ну, приятно, наверное, ну, чтобы особо обращать внимание. Какие темы освещаете? Возможно, те, которые в школе преподавали детям? У меня получается, как сегодня говорят, лайф-сторис больше всего, потому что выкладываю фотографии из своей жизни, чем занимаюсь. И зачастую эти фотографии всегда пересекаются со священным писанием. И стараюсь под этими личными фотографиями выкладывать размышления на священное писание. На священное писание то, что всегда окружает нашу жизнь. Вот вы сказали, что в Одноклассники и в Инстаграм выкладываете фотографии из обычной жизни. Не стесняетесь ли вы этого? Все-таки статусность, а здесь обычные фотографии из личного архива. Но если вы посмотрите ленту, и можно вспомнить одну фотографию, где священник, то бишь я, стою рядом с нашим прихожанином. Между нами стоит икона Воскресения Христова. И там у меня идут размышления по поводу, о чем же все-таки священник отличается от любого другого человека. И заключаю, в принципе, тем, что такой же, такой же, и так же и на крыше, и так же и с молотками, и так же и в семье, и с детьми, и все точно так же. Единственное, что меня отличает от священника, это то, что я имею возможность благодаря снисхождению благодати Святого Духа совершать таинство. И, может быть, лента покажет всем нам о том, что священники те же самые люди. И то, что если священник должен соблюдать заповеди, то и все остальные христиане не меньше должны их хоронить в своих сердцах и соблюдать их. Такой формат общения наверняка сплотил и объединил священнослужителей из разных регионов. Да, и епархия, к тому же, у нас тоже большая. Да, мы священники даже создали группу такую в Вайбере, где мы общаемся, делимся новой информацией. То, что кому интересно, да, есть у нас переписка такая, которая нас поддерживает. Ну, когда-то эта пандемия все-таки закончится. Как вы думаете, вернутся ли люди в храмы? Конечно, вернутся. Почему вернутся? Ну, через интернет не причастишься, через интернет не поисповедуешься. И в каноне церкви, в правилах, в уставе есть такое понимание, что техника дошла, и как бы можно уже поставить и звукозапись богослужения, и чтобы там хор красиво пел, и настроить все, что можно с помощью микшерного пульта. Это, ну, канон устав церкви запрещает неживое пение. Поэтому живое пение, живая молитва, живое общение с Богом, без телевизора, без телефона, оно намного действеннее. И это каждый из нас понимает, когда по-настоящему встанет перед образами и помолится. Отец Виктор была поражена, увидев пасхальное поздравление хора в одном лице. Расскажите, как родилась эта мысль и как она воплощалась? Ну, было это, наверное, не очень долго, потому что это песнопение всем известное, и все семинаристы его поют. Осталось только вспомнить все голоса и записать их в храме. Технически, я даже сам не знаю, как это случилось, это было сделано с помощью оператора. Он там чудеса эти творил. Вот, ну и все. Какие-то идеи появились? Где-то увидел. Сами-то довольны? Какие отзывы были? Ну, отзывы положительные. Да, там, то, что спели, необычные. Но первое пожелание было, напиши, что это не твои братья. Потому что первые, кто вот, ну, среди своего кругу, перед тем, как выложить эту видеозапись, они посмотрели и сказали, у меня первое ощущение, как будто это от тебя там четверняшки и братья, и вы вместе с ними стоите и поете. Вот, поэтому и написал пою один в четыре голоса на трех языках. Вы освоили компьютерные технологии, а отбойным молотком давно владеете? Отбойным молотком с тех пор, пока появилась необходимость в том, что нужно ремонтировать храм. Сейчас время непростое, нанимать работников, наверное, это... Поэтому и прихожане, и батюшки все вместе встают в один ряд и трудятся, чтобы храм был в благолепии. Расскажите поподробнее о ремонтных работах в храме. В храме мы ремонтируем лестницы, приводим в порядок, чтобы они не притекали. Вот, у нас до этого был отремонтирован храм, сейчас вы видите его благолепие. Но есть маленькие такие моменты, которые нужно исправить и устранить, чтобы не было быстрого ветшания храма. А нет ли каких-то ограничений или запретов для публикации личной жизни священнослужителей? С такой проблемой зачастую сталкиваются педагоги и спортсмены. На сегодняшний момент пока не было нареканий, поэтому я думаю, что те границы, которые есть, они соблюдены. Отец Виктор, скажите, как вы подписаны в соцсетях и как вас найти? Если кто-то пожелает посмотреть, чем священник живет на приходе, он может просто в поисковике забить Иерей Виктор Мурзаков и сразу высветиться на истраничке. Вы говорите, что детям нельзя давать гаджеты и что это баловство. А ваши дети теперь не упрекают вас, что вы залипли в соцсетях? Нет, я не залип в сетях. Я не считаю это за развлечение. Для меня это труд, если честно, потому что одно дело посидеть, полистать, посмотреть, а другое дело подумать, найти какой-то ракурс, фотографию, выложить информацию, тексты написать. Это какое-то делание. Поэтому нет, такого укорения пока я не услышал. Отец Виктор, спасибо за интересную беседу. Благодарю и вас, телезрители, что были с нами. Благодарю и вас, телезрители, что были с нами.